Продолжение следует... Продолжаем разговор. Вроде становлюсь иногда в зеркало, пойду так посмотрю. Ух ты, вроде сегодня поумнел. Мне кажется, ты каждый свой эфир черпаешь такое количество мудрости, потому что я тебе хочу сказать ещё раз, что я с такой радостью иногда прослушиваю твои эфиры, потому что нахожу среди единомышленников и сторонников, знающих, действительно знающих, ведущих людей. И многому мне хочется у них научиться, в том числе и у тебя. Ну что ж, давай будем учиться у наших радиослушателей. Они нам сегодня много чего позадавали. Значит, про спас по буквицы мы поговорили, от Бабаю ответили, и теперь вот Андрей Улитин из Ютуба реплика. «Надо изучать смысл словообразования, а то порой смотрим в книгу, а видим, извиняюсь, фигу, потому как не знаем азов, то есть изучать и обучать интересующихся основам основ». Ну это такая реплика пожелания. Хорошо, я отвечу, да? Можешь ответить, да, давай. Я привык отвечать на все вопросы. Более того, я хочу сказать о том, что на своих семинарах я очень люблю провоцировать людей для того, чтобы выявить их истинную природу. Вот посмотри, на мой взгляд, что читается в этой реплике. Человек на самом деле не желает принимать меня такого, какой я есть, да? Он начинает меня осуждать. Дескать, ну вы тут такие умники, людей сами учите, а азов не постигли. Так вот я хочу сказать о том, что поскольку я всегда учусь в жизни, то я не могу постичь всего. До тех пор, пока я не приду к своему окончательному порогу и не скажу себе, что тот груз знаний, который я получил в жизни, для меня уже тяжёл. И я хочу облегчиться. И с лёгкой душой ухожу к себе домой. Вот так бы я ответил на его реплику. Ну хорошо, хорошо. Идём дальше. Вопрос эфира Солнца. Здравия, Сергей. Скажи, какими чертами характера должен обладать воин в нынешнем мире? Должен ли он уметь ориентироваться в происходящих вокруг него событиях и уметь разработать правильную стратегию для действия на благо роду? Благодарю. Благодарю. Очень такой хороший вопрос. И мне радостно будет на него отвечать. И вот почему. На мой взгляд, как я считаю сегодня, и везде это утверждаю и говорю, главное свойство и качество человека, которое мы потеряли, — это уверенность в себе. Уверенность во всех его проявлениях и значениях, начиная от веры, ведания или верования, ну, нет, да, неважно, и заканчивая убеждённостью в своей собственной правоте. Мы сегодня не уверены, и отсюда мы не доверяем, мы не верим другим людям, мы не верим миру и многого боимся. От своей собственной неуверенности мы теряем способности и не позволяем себе расширяться в своих собственных возможностях. Потому что наша неуверенность приводит нас к сомнениям в том, правильно ли мы делаем, туда ли мы идём, так ли мы говорим, то ли мы рассказываем, знаем мы буквицу или не знаем, знаем мы азы или не знаем и многое-многое другое. Когда человек становится уверенным в себе, он становится верным прежде всего для себя. Что я называю верностью для себя? Это честность перед собой. Эта честность выражается в том, что если я желаю, если я чего-то хочу, я честно об этом говорю. Если мне это не нравится, я говорю, что мне это не нравится. Если я на дух это не переношу, я стараюсь ограничить своё общение с подобной категорией людей. И эта уверенность должна прорастать в каждом твоём действии, в каждом решении, в каждой твоей оценке ситуации или события для того, чтобы не навредить ни себе, ни другим, ни миру. И пребывать в счастье, достатке и благости. Получается, что должен ориентироваться мужчина, да, уметь в современном мире? Пропала связь. Повтори, пожалуйста, начало. Я не понял. Ну вот Солнце задавало вопрос, состоящий из двух частей. Какими чертами должен владеть воин в нынешнем мире характера, да? И второй, должен ли он уметь ориентироваться в происходящих как у него событиях, уметь разбирать правильно, разработать правильно. Я как бы привык смотреть в суть. Уверенность — это корень всех бед и всех счастливых мгновений человеческой жизни. Без этой уверенности ты ничего не получишь. И с каждым неуверенным состоянием и шагом в будущее будешь всё больше и больше тратить собственных сил и отдавать, 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 но не для пользы себя, и пользы мира, а для кого-то, что будет пользоваться твоей неуверенностью в своих целях. Хорошо. Дальше Солнце спрашивает. Сергей, знакома ли тебе книга Дарьи Усвятовой «Казачий спас?» Если да, то советуешь ли ты её прочитать? Если нет, то какую литературу можно почитать о казачьем спасе? Благодарю. Да, я с глубоким интересом в своё время прочитал вначале первую книгу Дарьи Усвятовой, потом и все остальные. Интерес мой подкреплялся тем, что действительно Дарья Усвятова, я думаю, что это псевдоним по-настоящему этой женщины, а может быть и мужчины, не знаю. Интерес подкреплялся в тем, что там действительно дана традиция. Традиция бутования наших южных, донских, кубанских, ставропольских, керских и других казаков, которые сохранили эту традицию через рода и до сих пор ею пользуются. Конечно, Солнце, я не привык давать никакие советы и рекомендации до тех пор, пока меня не просят. Ну, поскольку уж ты меня попросила, то я тебе отвечу. Если ты прочитаешь эти книги, то в какой-то степени ты что-то для себя там познаешь. Понятно. Так, вот реплика пришла, свеженькая буквально, вне очереди читаю. Написал ее псих. Кидаю камень. Давай, псих, кидай камень в море. Нет, 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 подожди до конца, дослушай. Кидаю камень в сторону Народного славянского радио. Я тружусь только до 18.00, а тут на тебе живой эфир в 18.00. И такая мордочка злобная. Смайлик. Вот такой камень полетел в нашу сторону Народного славянского радио. Хорошо. Псих. Ты что, хочешь взять удар на себя, да? Да, да. Ну давай. Народная психа. Я тебе хочу ответить от души. Народное славянское радио здесь абсолютно ни при чем. Дело в том, что у нас с Народным славянским радиом разные временные и климатические пояса. Алексей сидит сейчас где-то там под Москвой, а я нахожусь в городе Тюмени примерно за 2,5 тысячи от того места, где я бы с радостью попил с ним чай. Поэтому я его попросил перенести нашу встречу на более раннее время, потому что 20 часов – это у нас 22. И еще я тебе хочу сказать о том, что у меня скайп только на рабочем компьютере. Дома у меня скайпа нет. А наше рабочее время, как ты знаешь, как везде, ограничено определенным промежутком. И даже сегодня я попросил нашего сторожа не закрывать меня на клюшку, потому что я сегодня буду занят. Вот примерно так. Понял, псих? Вот так вот. Ладно, идем дальше. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Сергей Данилов давал множество практик на «Здесь и сейчас». А какие у вас есть практики? Благодарю. Светлая память Сергею. Да, благодарю за вопрос. Да, светлая память Сереже Данилову. Мы все время с ним общались. Правда, общались только через интернет. Лично я с ним познакомиться не успел. Ну, что касается практик «Здесь и сейчас», в моем понимании, практика «Здесь и сейчас» — это твоя осознанность. И когда ты приходишь к тишине сознания, ума, души, и, скажем так, начинаешь жить по конам совести, разумения и ясности, то это уже не практика, а твое бытийное состояние. Но для того, чтобы к нему прийти, и я же вам сказал, что путь этот достаточно нелегок, тернист и неудобен, то, конечно, у нас тоже существуют различные практики. Кстати, эти практики я периодически даю на своих семинарах по самопознанию, потому что основная задача и цель у меня одного из таких семинаров — это привести человека к самому себе для того, чтобы он поверил в себя, приобрел уверенность в себе и признался себе в том, что он желает быть счастливым. Но не на словах, а в действиях и деле. И начал двигаться по направлению к своему счастью через очищение и избавление от своих ненужных накоплений. в виде, скажем так, недого, что с собой и миром. Хорошо, идём дальше. Бабай к нам подключается. О, опять Бабай? Да-да-да, но как без Бабая? Что такое мантра Перуна, сеча Ра до гора, легкоступ, короткие пути? Это всё как раз о сверхспособностях казаков. Вы знаете, когда я, ну, скажем так, живу в другой жизни, и в своё время я проводил огромное количество семинаров по ораторскому мастерству и культуре общения. Но вообще это, я обратил внимание, что это свойство на человеческой природе, когда люди задают вопросы и тут же на них пытаются ответить, и я не понимаю, для чего вообще человек задаёт этот вопрос. Бабай, я тебе хочу сказать о том, что ты молодец. Всё тобой вышеперечисленное действительно существует в традициях казаков-характерных. А я тебе скажу, для чего Бабай задал вопрос, в таком формате, где в вопросе уже есть ответ. Дело в том, что нас же слушают многие, многие-многие люди, и, может быть, кто-то это не знал, а, может быть, кто-то об этом даже не догадывался, а, может, кто-то догадывался, забыл. А вот он так сказал, а ты подтвердил. А если авторитет подтвердил, значит, так-то и есть. Замечательно. Но дело в том, что я в одной беседе ведь не могу рассказать о огромном мире вольного казачества. Конечно. Это всего лишь вводная беседа. Если дальше у людей появится какой-то интерес к нашему общению, ну, тогда, с твоего позволения, мы можем продолжить. По щучьему велению, по моему хотению. Конечно, продолжим. Ну, так вот Бабай как раз помог нам эту темку ковырнуть. Ты сказал, так и есть. Идём дальше. Андрей Улитин. Реплика. Спас похож на земле... Замедление, прошу прощения, замедление времени в критической для человека ситуации. То есть у человека начинает проявляться сверхспособность, сила, реакция. Это похоже на действия человека в шоковой ситуации. Вот он так себе, Андрей, представляет Спас. Твоё представление вот складывается с Сергеевым или всё-таки как-то противоречит ему? Ну, я нахожу здесь ну, вот такие некие отголоски Спаса Скульского и Тарасенко, которые через своё миропонимание дают толкование Спаса и говорят о том, что Спас пробуждается в критических ситуациях. И это состояние является неким стрессовым состоянием. Ну, я бы ушёл от такого наукообразия к более простым вещам и сказал о том, что Спас — это состояние, в котором человек пребывает всегда, если он любит себя, любит других и любит жизнь. А что касается замедления времени, то я вам хочу сказать о том, что в свои студенческие годы, когда я обучался ещё, учился в Питере, со мной произошёл такой случай. Мы с моей будущей женой пошли в театр Комиссаржевской и, поворачиваясь за угла, вдруг увидели, как на нас несётся в «Волга» такси. Я вижу перекошенное от испуга лицо таксиста, который, видел, потерял управление над своим автомобилем, и вижу, как он очень медленно-медленно начинает двигаться на меня. Я вижу, как он вырастает в своих размерах. И единственное, что я успеваю сделать, это толкнуть свою будущую жену и прыгнуть в сторону от проносящегося и просто громко рычащего автомобиля. Вот тогда, видимо, я и побратался со Спасом и обрёл своё второе рождение. Ну так получается, что те люди, которых ты здесь упомянул, они в чём-то правы? Так получается, что когда человек выходит на тонкое ощущение мира, то ему открываются такие возможности, которые раньше он не знал, в своём сознании не воспринимал, их не ощущал и в них не участвовал. Как только это в нём пробуждается естество, это естественная природа, да, в нём возникают эти состояния, и он может входить в такие состояния, и в этих состояниях не только входить, но и действовать, что и делали казаки-характерники. Ну то есть я вижу, что не противоречат те высказывания других, вот тому, что да, это определённая шоковая ситуация, чтобы в неё войти, почувствовать, необходим, как побывать. Шоковая ситуация для неподготовленного человека. А для подготовленного человека, вот я и хотел сказать, разница между Тарасинкой и моим пониманием, а для подготовленного человека это не шоковая ситуация, это ситуация, когда он входит на межу и становится между миром яви и нами, и начинает в этих мирах управлять силами как яви, так и нави. Поэтому эта ситуация для него управляема. Да, я понял, понял. Вот мне рассказывал один хороший знакомый, говорит, вот дедушка как-то рассказал мне, как его учил его дедушка вхождение в состояние вот такого вот начального спаса, ощущение себя с оружием вместе, ощущение в природе, направление силы и так далее. Вот, говорит, когда мне исполнилось, ну, он там назвал определенное количество лет, маленький еще совсем был, как-то дедушка взял шашку и говорит саблю, ну, говорит, пойдем, пойдем с тобой, он там в рай сходим, ну, пошли туда. Вот он встал, дедушка эту шашечку достал, и, видишь, говорит, деревце стоит, ну, деревце такое, не очень толстое, но не тоненькое. Ну, вот он так замахивается, не очень, как бы с виду резко что-то делает, хоп, и перерубает, так наискосочек. Вот, теперь, говорит, пробуй. Ну, маленький мальчик, страшно, как пробуй. Ну, взял, стукнул раз, стукнул два, там, зарубочки остаются, а ничего не рубится. Вот, он говорит, ну, ладно, тогда стой, чуть поменьше выбрал деревце, говорит, вот тогда стой, видишь, тебе не получается, да, стой, держи перед собой саблю, держи прямо перед собой, нацелишь на это дерево. И взял ветку, отрубил, и давая парня малого стегать, стегает, а тут, о, геда, ты что, крепись, крепись, смотри на кончик шашки, и смотри вот туда вот. А, да, да. И бьет его, бьет, у того же слезы на глазах, он его продолжает бить, говорит, держись, держись, говорит, злобу свою, все на кончик, давай, прям на кончик. А, да, да. Бил, бил, говорит, а теперь вот, что у тебя есть злобы, вот, прям в это вот дерево вложи. Он как маханул, говорит, я же даже не понял, как это я сделал. Раз, и дерево упало. Ну, конечно, не такой толстый, как где-то потоньше было, но все-таки, говорит, запомнил это состояние, вот, держи теперь его себе. И вот с тех пор, говорит, он начал меня обучать. Вот это был первичный, такой мой опыт в рождении. Я уже коснулся неких практик, казаков-характерников, и пластунов, или пластунов, и казаков-характерников, потому что они у нас объединяются, но в моем, в моем понимании, это все-таки несколько разные толкования, и вот почему. Пластун, он, как правило, выполнял узкоспециализированные задачи, и выполнял их на определенных, скажем так, участках территории боя, или же каких-то разведывательных, диверсионных операций, казак-характерник, мог держать время и пространство. Я же тебе говорил, небесный земной свой. А вот то, что ты говоришь, тут существует два подхода. Например, когда вот то, что делал Гет, это использовалось в сече, когда на кончик оружия кинжала, там, скажем, шашки, или ножа, выводился яр. А в учебно-тренировочных, как сегодня говорят, поединках, при фехтовании, да, на кончик ножа или шашки выводится живо. И это совершенно два разных состояния, в которых пребывает воин. Ну, а отголоскам этого знания, наверное, многие становятся свидетелями, когда наблюдают демонстрацию рукопашников или мастеров сегодня по рукопашному бою, которые ломают кирпичи головой или же руками, или же молотят доски в щепо, разбивая их на глазах у изумленных зрителей. Это все жалкие отголоски того, что умели казаки характерны. Да, ты вот упомянул как раз плостунов. Ведь плостуны, да, многие восхищаются ими, но идет какое-то размытое представление. Вот у меня, как ты сказал, тоже такое же представление, что плостун такой, если сравнивать с известными, на сегодняшний момент, такой ниндзя, который проникает на территорию, делает такую, какую-то порученную ему выполняет задачу, берет в плен, уничтожает что-то, подрывает, рубит и так далее. И быстренько так же исчезает на ровном месте. Раз он был, нету его. Вот, это такой спецназовец, который выполняет определенные задачи, который должен бесшумно, скрытно подобраться, выполнить и так же бесшумно, скрытно уйти, чтобы никто последуя его не нашел. А характерник это уже тот, который воин может в открытую вставать и выполняет уже такую функцию более открыто, ему уже не надо где-то там ховаться, он в открытом бою. Да-да-да. Ну, он тоже закрывает себя, он и через морочения, и через, скажем, как сейчас говорят, полевые какие-то купола, ну, а у нас раньше это называлось небесным сводом, если характерник держит небесный свод, то он, как РЛС, сканирует все пространство вокруг. это тоже существуют определенные практики, расширение своего балка или вселенского поселенного пузыря, потому что у всемири есть вселенский пузырь, а у человека есть свой пузырь, поселенный пузырь. И вот, раскрывая, например, свой поселенный пузырь, так тренировались уходить от шашки, чувствовать свою пулу, ну, там много всего на самом деле проявлялось, когда ты начинал, входить во взаимодействии с тонкими мирами в всем мире. Да, когда я говорил в открытую, это не означает, что он должен был стоять и ничего не делать, натикалить и меня рубить. Да, конечно. Я имел в виду, что он применяет те способности и наработки. Если мы заговорили о пластунах, то я могу тебе сказать о том, что я-то об этом давно знал, но я всегда в своих знаниях ищу подтверждения через знаки мира, уже в современных проявлениях и событиях. И недавно я нашел в магазине книжку, которая называется «Духовные практики ниндзи». И что ты думаешь? Там я как раз и нашел подтверждение тому, что когда-то пластуны, будучи в Японии, а ты, наверное, знаешь, что японские острова раньше принадлежали Тартарии, были русскими островами, когда-то они оставили через пайнов свою науку, науку скрытно побеждать. Вот ниндзя и вышли, собственно говоря, из этой науки, из хитрой науки скрытно побеждать. И стали воинами ночи, потому что пластуны, они в отличие, скажем, от других направлений обучения, они во многом используют тьму ночь. У них там существует ряд практик дыхания ночью, у них существуют различные обряды, которые они проводят ночью. Ночь их жена и подруга, ибо нужно же делать скрытно, а какая же скрытность днём, правильно? Ну хотя маскировка и днём тоже применялась, но, наверное, уже всё-таки ночью более активно всё было проявлено. Да, конечно. Хорошо, идём дальше. Вопрос в эфир от Вингтора Схутера. Доброго здравия ведущему Алексею и Сказителю Сергею. Прошу поподробнее пояснить про различие между спасом для женщин и мужчин. Благодарю за ответ. Ну, был так называемый женский спас или кут, женский кут от слова покуда, кудеса, или раньше кудью называли когда сучили шерсть, вот это подсучивание и момент сучения шерсти назывался кудью. Так вот, есть женский, он больше обережный. Здесь больше ведьм у нас такой женский, а мужской там больше всё связано с духом, больше всё связано с воинскими практиками и в целом с практиками держания небесного свода. Понятно. Олег Маслобоев из Ютуба пишет, «Зачем человеку боги, моления и другие атрибуты аврамических религий, перекрашенные под славян, если вовне не сыскать? Род и мир он внутри каждого. Что скажешь на пословицу? Простота хуже воровства». Итак, зачем нужны боги и моления атрибуты аврамических религий, перекрашенные под славян? Ну, я, к сожалению, не запомнил слишком трудно мне такие вот … Ну, давай так по-простецки переведу. По-простецки, да. Значит, Олег задает вопрос. Вот существует… Да, существует… Да, я отвечу Олегу. Я всё запомнил Алексей. Я отвечу Олегу так. Простота это твоё, как Алексей сказал, состояние цельности, нирвана. Буддисты и другие приверженцы восточных религий, как ты знаешь, для себя считают пределом совершенствования состояния достижения нирваны. А у нас состояние нирваны – это состояние цельности. В начале нашей душевной беседы я сказал о том, что мы очень просто понимаем смысл жизни. Бог во мне, а я в Боге. И если ты говоришь о том, зачем нам Боги, я могу тебя спросить, а зачем нам сердце, через которое я постигаю силы Бога или силы богов? Если у меня нет сердца, я не могу постиг силы богов. И вот люди, у которых сердце каменное или закрытое, или бесчувственное, они как раз и живут сердце без Бога, и Бог им не нужен. У меня сложилось впечатление, что в данном случае Олег считает, что слово Бог и моление появились только в момент прихождения на Русь или рассвета вообще в мире аврамических религий. До того и богов, и молений не было. Поэтому такой вопрос, почему и зачем человеку боги, моления, другие атрибуты аврамических религий. То есть получается из-за вопроса Олега их не было на Руси до этого. Олега адресую изначально в наш эскон. Пусть он, я скажу так, мы как наставники, у нас по традиции считалось так, что ты можешь глубинно ответить на вопрос человека только когда он тебя спросит три раза. Это значит, что человек жаждет получить ответ на вопрос. Я не показываю своего высокоумия и своего высокомерия таким образом, а просто говорю о нашей традиции. И вот почему, когда человек жаждет, он сам начинает искать ответ на свой вопрос. И в момент ответа наставника он по большей части уже ответил себе, а значит он в чём-то для себя постиг что-то из мира через своё собственное усилие. И поэтому я могу ответить на вопросы Олега следующим образом. Если ты хочешь ответить на этот вопрос для себя, а не только потому, что идёт эта передача, начни с изучения веры наших предков и погрузись туда своим сердцем. Я немножечко тоже ещё дополню. Вот здесь фраза «Род и мир он внутри каждого». Я согласен с тем, что род и мир находятся внутри каждого человека. Но ведь если так дальше немножечко размыслить, я, например, являюсь потомком своих родителей. Папы, мамы, дедушек, бабушек, пращуров своих. Но это же тоже мой род. Они внутри меня не находятся. Я имею часть от них, но их рода были до меня, до моего появления здесь на земле. Получается, что род помимо того, что он находится внутри меня, внутри каждого, он ещё и находится за моими пределами меня, в том числе и мир. Да, я часть этого мира, но мир больше, чем я. Поэтому и род, и мир находятся внутри каждого, и меня в частности, но я также нахожусь в роду и в миру. И также каждый человек находится в своём роду и в миру. А если мы берём нечто высшее, более древнее, высший разум про отца, про родителей и так далее, то в этом случае тогда есть общий так называемый пращур род. Получается род и тот, который Всевышний, и род тот, из которого мы вышли, и род тот, который во мне живёт. И мир тоже есть первоначальный, род общий, вернее, мир общий и мир тот, который внутри меня. Поэтому однобоко так подходить, что только род и мир внутри каждого, это, наверное, только часть правды. А если мы говорим, что род и мир как внутри меня, так и снаружи и везде, это будет, наверное, более цельно. А так я при себе согласен. Надо изучать наше древнее, тогда всё станет в свои места. Да, я благодарю тебя за такой развернутый ответ и к нему прибавлю маленькую капельку ещё с твоего позволения. В начале нашего разговора я уже, по сути дела, вкратце ответил на вопрос Олега, потому что сказал о том, что в нашей традиции существует понимание трёх миров. Всемирье, общий, общий звёздный мир для всех планет и миров, мир как общество и мир как я, потому что у меня есть свой собственный внутренний личный мир. Вот так. Хорошо. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Как сохранять как можно больше лад внутри себя? Ведь иногда навеивается порой сильное раздражение, а порой даже злость ни с того, ни с сего. В чём причина и как вернуться в лад? Благодарю всех благ. Да, благодарю. Очень хороший вопрос. Ну, ответ на самом деле очень прост. Нужно полюбить себя. Потому что большая часть того, что нас раздражает, идёт от нашего несогласия и неприятия того, что несёт нам мир в нашу жизнь. А когда вы примете себя, согласившись с самим собой, а значит, подписав договор с собой на то, что вы соглашаетесь с этой жизнью, принимать её такой, какая она есть, не хороший и не плохой, не красной и зелёной, а такой, какой есть, вот только тогда вы найдёте в себе душевную спокойность и обретёте простор для выявления себя настоящих чувств и содержаний. И это поведёт вас к той открытости, душевности и сердечности, когда вам перестанет быть необходимостью некая защита от людей, перестанет быть необходимостью некое ваше состояние отрыва своей собственной важности и значимости от того, кто находится рядом с вами, и тогда через эту открытость мир придёт успокоенностью и тишиной ваше сердце. Благодарю тебя, хороший ответ. Я, если не раздражаешь, тоже немножко добавлю. Вот здесь написано сильное раздражение. На мой взгляд, раздражение и злоба появляются у человека от того, что он что-то не понимает или, как ему кажется, его не понимают. Это симптомы телесного высказывания, телесного проявления. А телесное проявление — это биоробот, та обезьянка, собачка, которая умеет разговаривать, умеет двигаться и так далее. Но ведь только биороботом физиология не ограничивается человек. Человек — это более интересное что-то, более цельное, проявление чего-то высшего, которое воплощено здесь, вот в этом самом биороботе, в человекообразном существе. И если человек не понимает своей сути, не понимает, кто он такой, то в этом случае тогда его что-то будет раздражать. Его что-то будет напрягать, он будет злиться, он будет нервничать. Если же он поймёт, кто он есть на самом деле, поймёт, что есть то высшее божественное проявление, которое иногда можно называть, ну, мне нравится, например, высшее я, то есть божественное я, которое есть на самом деле ты, человек, который откуда ты пришёл, туда ты уйдёшь, частица того высшего Всебога или кого-то ещё, как вам нравится называть, рода. Если вы это понимаете, если вы это принимаете, то тогда необходимо сделать элементарный какой-то договор, объяснить своему телу, кто оно и для чего оно. Оно подчиняется, оно служит для исполнения высшим я, тех целей, задач, рока, судьбы, которые были поставлены когда-то кем-то. Ну, сейчас не лекция, поэтому глубяться не будем. Вот. И в своё время по просьбе трудящих, то, что называется, было записано несколько лекций про высшее я, родовая нить, как жить без страхов и так далее. Вот если всё становится на свои места, высшее я же прекрасно, то есть божественное, оно же прекрасно знает, для чего здесь, как действовать, свой рог знает, свою тропинку жизни знает, куда прийти, что взять. Оно ничего не боится, смерти здесь нету. А вот телесное, которое отключено от своего родовой нити, от своего потока и от родов, оно постоянно вынуждено умничать, искать какие-то тропки, маневрировать и биться головой об что-то там. Потому что карты, лоцманской карты нету. Оно постоянно себе проломывает путь через дебри, через буераки. И поэтому возникают часто такие ситуации, когда ничего сделать нельзя, объяснить кому-то ничего не можешь и только нервничаешь. А нервничаешь, потому что чего-то боишься, что тебя не поймут, что тебя там откуда-то выгонят, выставят, ты чего-то не добьёшься. То есть страхи, страхи, страхи. Переживания, переживания, переживания. Поэтому, если вы хотите избавиться от раздражения, то живите Высшим. Как это сделать? Ну я рассказываю. Я думаю, Сергей на своих занятиях тоже практически рассказывает. Да и есть вообще многие люди, которые тоже об этом рассказывают. Как прочувствовать себя Высшего, как стать Высшим, а чтобы тело было в услужении, как добрый помощник, который дано для этой жизни, для прохождения этих уроков и так далее. И всё станет на свои места. Ну как-то так. Замечательно сказал. И я, подкрепляя развернутый ответ, опять-таки возвращаясь к краткости. А для этого нужно принять себя. Принять себя таким, какой есть. Толстый, худой, больной, здоровый, пьющий, не пьющий, знающий, не знающий, любящий, нелюбящий, такой, какой есть. С этого начнутся три дороги в мир спаса. Хорошо, идём дальше. Андрей Улиттин из Ютуба. А в чём смысл красивой речи? Что она даёт человеку на практике? Почему все учителя никогда не преподают практику всего сказанного? Ой, ну это тема для отдельной беседы на самом деле. У меня есть трёхдневный семинар. В течение трёх дней я рассказываю о том, что несёт простота речи, что даёт нам краткость, ясность, повествование, изложение, что позволяет нам через речь постигать мир более глубоко, понимать его свойства и качества. Ведь речь, она отражает внутренний мир человека. А речь как некое зеркало показывает, чем напитан человек, какими содержаниями, что его тревожит, что беспокоит, что для него значимо, что важно и не важно, на что он внимание обращает, а мимо чего он проходит мимо. Речь — это то постоянное свойство и качество человека, которое сопровождает его в течение всей жизни. речь — это колыбель его возрастания через вехи жизни, которая ведет его к более глубинному постижению своей собственной сути, природы, своего миропонимания и предназначения. Речь является связующим звеном между животной и человеческой природой, потому что в животном состоянии речь человека чрезвычайно скупа, невыразительна. Немногопланова, несодержательна. Одним словом, в ней отсутствуют те краски, через которые человек рисует свои ощущения в познании и постижении себя и мира. А когда человек выходит на постижение себя через яркую, образную, сочную, разнообразную, многоплановую речь, он становится интересен для других людей. Он начинает привлекать внимание окружающих. В нем расширяются его возможности. Он понимает, что становится полезным. Он начинает реализовывать свой внутренний, скрытый, задавленный потенциал. Речь является для человека тем богатством, тем достатком, который дает ему возможность стать счастливым человеком. Я тоже заинтересовался вопросом, в чем смысл красивой речи, что она даст человеку на практике. Вот я себе представил такой город, где люди не общаются, и в этот город пришел человек, и он подходит к первому встречу, спрашивает, скажите, пожалуйста, где у вас здесь магазин? Он посмотрел на него и пошел дальше. Он к другому, где у вас магазин? Смотрел, пошел дальше. Ну, не общаются, ничего не говорят. Ну, тот ходил, ходил, пока не прочитал. Магазин. Ну, зашел, купил, поел, попил. душевное побуждение тебя перебить, и вот почему. Можно? Можно? Да, конечно, конечно. У меня на семинаре по звуколаду есть одна из практик, когда они становятся парок, и я говорю, а теперь представьте себе, что вы без речи, у вас нет речи, вы глухой и немой человек. Пожалуйста, объясните другому, что вы хотите. Ну, например, один просит расческу для того, чтобы расчесаться, второй там, вторая пара просит написать адрес телефона, чтобы позвонить маме, и так далее. Вот, прости, что я тебя перебил, но как-то так в общем потоке, в струю все это попало. Ну, да, да, да. Ну, хорошо, я продолжу. И вот, значит, ходил-ходил, пока не увидел. Магазин, слово написано. Ну, пришел, там все написано, никто с ним не разговаривает, он просто денежки заплатил, взял, что ему надо, поел, попил, отдохнул, а потом его приспичило. И вот он подходит к другому. Скажите, пожалуйста, где у вас туалет? Ну, опять тишина. Где у вас туалет? И так далее. Всех спрашивает, 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 что в конце концов так он все штаны наделал. Так вот, когда идет разговор, зачем нужны вообще красивые речи и вот эти разговоры в данном случае, то мне кажется примерно так. Если мы не будем говорить об этом, и никто не будет говорить об этом, вопрос, Андрей, откуда вы узнаете о том, что это есть? Вот представляете, никто не говорит о Спасе, никто не говорит о какой-то древности, никто ничего, просто вот каждый держит внутри себя. Вот нашел какое-то ощущение и внутри себя держит. Нашел какой-то там артефакт какой-то и никому не об этом не говорит. Откуда вы об этом узнаете? От кого? Если все будут молчать. Наша задача сейчас раскрыть тему, которая бы рассказала, нужно это вообще или не нужно, что это даст или не даст. Я понимаю, что по радио и даже в видео уроках не расскажешь. Я не рассказываю, не смогу рассказать всего того, что я даю, например, на своих занятиях людям. И Сергей тоже всего не расскажет, потому что это надо показывать, это надо ощущать, а то это и практика. Но если бы кто-то чего-то не рассказывал и не говорил, то в этом случае практики бы не было. А не было бы практики, не было бы и какого-то развития, и совершенствования, и роста. Поэтому слова не нужны, но слова — это только начало. В данном случае это начало. Я продолжу тогда, Алексей. Да. И вот давайте поразмышляем. Представьте себе, что мы с Алексеем ввели бы нашу душевную беседу, не раскрашивая её, своими эмоциональными состояниями, выраженными через речь, и не делились бы с вами в искреннем общении своими жизненными находками, своими, скажем так, наблюдениями, а строили свой разговор примерно так. Так, Алексей, ну чё? Нам, наверное, эфиры сегодня надо будет, да? Слушай, ну, Спас, а чё там говорить-то? Слушай, это, чё? Кто там соберётся вообще у тебя? Там люди-то как? А они вообще в теме или нет у тебя? Нет, с чего базар-то начинать? Ты мне скажи. Вот скажите, вам приятно было бы слышать в течение стольких, сколько уж я не смотрю на время, такого периода времени наше общение с Алексеем. Я думаю, что нет. Нет, ну Алексей бы ответил. Да пёс его знает. Да. Приходи, чё-нибудь расскажи. Я думаю, что примерно на пятой минуте такого эфира вы, покрыв бы нас тёплыми, ласковыми, добрыми словами, пошли заниматься своими делами. Потому что мы бы вам были совершенно неинтересны, если вы задали этот вопрос. Это говорит о том, что, наверное, мы с Алексеем неплохо знаем свои возможности выречи. Да, Алексей? Да уж я не знаю. Всегда со стороны виднее. Всегда со стороны виднее, конечно. Ну ладно. Я думаю, что мы ответили на вопрос, зачем иногда нужны слова. Миколаевич, вопрос в эфир. Как избавиться от морока? Ой, ну опять... Это вот, понимаете, люди бросают... Это тема отдельной беседы. Нужно начинать с раскрытия вообще понятия, что такое морок. Ведь морок уводят в мрак. А почему в мраке есть Ра? И почему присоединили к Ра-М? И так далее, и так далее, и так далее. Вот я ещё раз говорю, мне приятно, конечно, ваше внимание и глубина содержания вопросов, но я могу ещё раз повторить, для того, чтобы избавиться от морока, нужно полюбить себя. Ну я так чувствую, Миколаевич, у просто есть серьёзная проблема, и он никак её не может решить. Но дело в том, опять же, Миколаевич, дорогой мой, ты всё время хочешь получить ответ по радио. А ведь морок, он на практике у тебя в данном случае, я про тебя говорю, он у тебя в данном случае существует в голове. И для того, чтобы от него избавиться, необходимо осознать не просто, что он у тебя есть, а понять, как он в тебя попал. Причём не то, что ты придумал или тебе сказали, а как он реально у тебя там укрепился в голове, как ты его взлелеил у себя в голове. И для этого необходимо с тобой общаться лично и желательно не на радиоволне, не в интернете, а лично. И только тогда человек, который занимается работой с сущностями, психологическими практиками, практиками энергетическими и прочими другими, он тебе что-то сможет подсказать. Просто так говорить о мороке, ну это вот как раз из серии предыдущего вопроса, а зачем о нём вообще так говорить? Ну сказали, что он есть, сказали, как он бывает, но избавляться-то ты не словами будешь от него, избавляться-то будешь практикой. Вот в данном случае я вот с первым, ну вернее, не первым, а предыдущим вопросом Андрея, если так вот переделать, что тебе даст эта красивая речь про морок? Вот если у Литина Андрея вопрос переделать, что тебе даст практика? Какая будет практика? Вот слов о мороке можно сказать много, что тебе это даст? Поэтому хочешь избавиться на практике, давай заниматься практикой. Делай, да. Да, говорить просто о мороке. Да, существует тысячи способов, но надо их практиковать, а не просто о них говорить. Ну у нас в традиции это делалось очень просто. Говорили, чтобы ты не пребывал в нетях, у нас морок назывался нетями, да? Тебе пора, брат, который задал вопрос, выбить дур из башки и задницы, и всё, и всё встанет на свои места. Ну да, битие определяет сознание. Вот здесь Миколаевич написал, Алексей, а что, гнать чёрта надо? Миколаевич, дорогой, может быть, и гнать надо, может быть, надо с ним договориться. Но для начала надо понять, а каким образом этот чёрт в тебя вошёл, в тебе он попал. Потому что если он поправив тебя вошёл, благодаря твоим же действиям, то в этом случае гнать его особо как-то резона нету. Ты сначала должен исправить свой путь, исправить свой ход. И тогда, в общем-то, с ним можно поговорить с чёртом. А просто так гнать – это всё равно, что вычистить, как сказать, вот приходим в коровник или в свинарник, вычищаем его, а потом свинят туда опять запускаем, но они там всё то же самое устроили. Если свиньи остаются свиньями, то в том случае свинарник всё равно будет загажен, как бы там его не чистили. Поэтому я считаю так, прежде чем кого-то и откуда-то гнать, необходимо разобраться, каким образом он оказался здесь, по какому праву он здесь находится в тебе и что он здесь делает. И вот если ты исправляешь свой ход жизненный, если ты исправляешься и понимаешь, что происходит, вот только тогда можно его вежливо попросить с тебя выйти. Если какая-то сущность, то же самое определите. Почему эта сущность тебе? Что? Зачем? Как? И так далее. И так далее и тому подобное. Поэтому, опять же, можно в эфире об этом говорить бесконечно долго, но это будет просто-напросто содрогание в пространство, но тебе-то польза какая-то того будет. Давай разберёмся с тобой уже не на словах, а на деле. Но к тебе в тараховку я не приеду. Сразу тебе отвечаю, тут читаю. Привози. Сам приезжай, привози сказителя в тараховку. Не поеду я к тебе. Дело много. Пусть он приезжает ко мне на семинары. У нас есть люди, они не дадут мне соврать, которые освободились от морока. Ну да, как это в фильме. Будете у нас на Колыме? Да нет, уж лучше вы к нам. Псих. Я частенько бываю в Москве, так что в Москве до столетия. Нет, тараховка далековато от Москвы, я думаю. Так что псих. Дальше вопрос в эфир. Здравия желаю. Сергей, что такое дух и что такое душа в твоём понимании? Ой, какие хорошие, непростые и объёмные вопросы. Здесь опять-таки дух нужно связывать с нашим состоянием «я». Потому что если дух задавлен, то мы не видим себя через наше состояние «я» и живём через Личность, которая образуется и наращивается с помощью наших личин, рыл и масок. Ну, у нас в традиции есть такие понятия. И дух, он приходит человека через родник для управления нашей души. А когда это управление выстраивается, через стёжку духа приходит совесть, и тогда человек начинает уже жить по мере и по знанию, и становиться ведущим человеком. Поэтому в моём понимании дух — это врата к знаниям и к веданию, и к постижению в всем мире. Душа. Душа человека — это его лёлька. Это та среда, в которой он должен взрилеять, взрастить свою божественную природу и через свои силы выразить эту природу в своих дарах и талантах. Эти дары и таланты должны обязательно расширить как собственные границы по знанию человека, так и постижение им границ мира. И вот когда человек приходит к согласию с собой, к принятию себя, он начинает слышать голос совести и голос собственной души. И соединяя эти голоса совести и души, он через дух начинает слышать заветы своих предков через родовой столб. Или охаратный столб, как у нас говорили. Отсюда характерники. Отсюда и этот оселедец или хохол, которые на тонких планах как раз и являются соединением с небесным сводом, с небесным родом. Вот в моём понимании, что такое душа, если в двух словах. Ну а так это отдельная тема для встреч. Родовой столб, характерный столб, ну вот ещё родовая нить, родовой поток. По-разному называют. То, что именно связывает с тем, что является высшим, высшим и вашим проявлением, и высшим родом, и родовым, всем, что вот там, там, там. И вот без этого, в общем-то, трудновато будет существовать. Потому что сам, насколько бы не был умный биоробот, он всё равно остаётся роботом, он всё равно живёт по программе. И без того, кто задумал всё это, и кто управляет всем этим, ему нормально на этом свете, в общем-то, наверное, не жить. Это как автомобиль, у которого, да, есть компьютер, который может сам что-то подруливать куда-то. Он умеет парковаться, он умеет ехать ровно, он умеет даже тормозить, чтобы с кем-то не столкнулся. Даже поворачивать, и он может и выполнять программу поездки от пункта А до пункта Б. Вот представьте себе, выходит из автомобиля хозяин, да, и говорит, припаркуйся. Вот. И пошёл в магазин. Автомобиль начинает парковаться. Подъезжает, место занятое, место занятое, место занятое. Впереди затор. Такой же умный КамАЗ наехал на какой-то умный Мерседес. Они с этим разбираются между собой, да. В пробку попал. Начинают там что-то выяснять. Он между ними вплинивается, чтобы их развязать, потому что он должен парковочное место найти. Получает по зеркалам от КамАЗа и от Мерседеса, поскольку между ними залез. В конечном итоге они сбили с пути истинно, поехали вместе потом искать. Кто-то там подъехал, полицейский какой-то УАЗик, начал с ними разбираться. В конечном итоге так они там заблудились, приблудились, что стали уже такими закадычными друзьями. На одной бензозаправке заправились хорошенько, какого-то кривого левого бензина, и поехали путешествовать. Хозяин выходит, автомобиля нет. Вот примерно такая же ситуация с людьми, которые отрываются от характерного столба, от родового столба и так далее. То есть им кажется, что они умные, что они живут хорошо. Но на самом деле-то царь в голове кто? Кто хозяин? Кто водитель? Водители? Алло, алло, водитель? Ало, пробудись. Сядь за руль-то. Маленькая капелька от меня. И в аварию почему-то без этого попадает всегда человек. Ну, так вот, я же, да. Поэтому многие обижаются на меня, когда я такие примеры привожу. Или с собачками Павлова, или биороботами называют, или такими умными машинами. Говорят, ну как ты нас так опускаешь до уровня? Я говорю, ну посмотрите, что же вы делаете-то, что же люди-то делают? Ну, разве здравомыслие человек будет убивать себе подобных? Ну, разве здравомыслие человек доведёт страну до такого состояния? Разве он будет отравлять землю, воду, воздух? Ну, разве вот в это здравомыслие человек, хозяин, сможет попасть? Ну, подумайте вы сами. Если нет... Я могу тебе сказать, что на меня там на семинарах иногда кривятся, косятся. Я-то намного жуще веду свои семинары, чем ты тут в своей передаче. Потому что ты всё-таки должен держать меру. И мне очень понравилась твоя фраза в одном из твоих эфиров. Других людей не будет. Надо работать с теми, кто есть. А моя задача на семинарах – о шкуре человека, довести его до состояния, когда он хотел бы, он не хотел. Он должен снять с себя вот эти корки, которые покрыли его с головы до ног через неприятие, страхи, вину, обиду. Это вот как раз то, что и демонстрируют наши участники эфиров. Ну, вот как раз сегодня вечером я выезжаю на такой семинар практически, и там буду заниматься вот примерно тем же – ломкой мозгов. Вот уже многие проходили через это. Привет. Да-да-да-да-да. Вот как раз туда буду направляться. Так что знаю первая реакция тела, мозга. Она вот такая. Ты что? Ты что, на меня? Да, ты что, охренел? Да я что-то такой, да я что-то бизнесмен, да я бизнесвумен, да у меня это. А через полгодика, знаешь, Алексей, ты был прав. Ты был прав. Ну ладно, не будем. А что-то как-то мы с тобой разговаривали со своём. Идём дальше. Сергей, 71. Здравия. Как может влиять на пробуждение моего сознания негативное одобрение со стороны православных родителей? Здравия, Тёска. Очень хороший вопрос. Здесь, на самом деле, многие идут в большое заблуждение, прерывая связь с родителями через другое верование. Вы связаны по роду, и здесь ваши религиозные выборы и предубеждённость совершенно ни при чём. И строить на этом какое-то неприятие родителей, лишаясь их благословения на земном и небесном уровне, это великая потеря на самом деле. На самом деле неважно, разделяют ли родители твои взгляды и убеждения или не разделяют. Они по крови старше тебя, опытнее и мудрее, потому что они проявили и заявили тебя на этот свет. И так или иначе, ты можешь следовать, можешь не следовать их устоям, убеждениям, разделять, не разделять их верованиям, но ты изначально по своей природе, изначально должен, если не любить родителей, то уважать их взгляды, ценности, убеждения и привязанности. Потому что так сложились наши времена сегодня, что мы разделены с нашими родителями, с нашими близкими, нашими родственниками через убеждения, верования, ценности, наклонности и способности. В нас прервалась та родовая нить, которая соединяла все поколения в единое целое и благодаря этой родовой нити питала их силой, знанием, веданием и пониманием своего собственного предназначения. И задавая этот вопрос, тёзка, я чувствую, что тебе хотелось бы всё-таки облегчить свою душу правильным ответом. Так вот, я думаю, что если ты спросишь свою душу, она призовёт тебя к любви и пониманию своих собственных родителей и к терпимому отношению к их взглядам на твою позицию, на твою жизнь и на твои убеждения. Хороший ответ. Тоже от себя мне хочется добавить, так и с другой стороны подойти к тому, что ты сказал. Дело в том, что всё в этом мире выстраивается из мысли. Вот какого вы думаете, то и получаете. Если вы думаете о плохом, то плохое притягиваете. Плохое создаёте, плохое выбрасываете в мир, плохое в этом мире воплощается. А потом начинаются проблемы. И это касается абсолютно всего, в том числе себя самого. Вот казалось бы, человек спрашивал про родителей, а при чём здесь я, любимый себе самому. Так дело в том, что вы являетесь частью своих родителей. От вас, у вас есть и от мамы, и от папы, и от бабушек, и от дедушек что-то. Вы просто дополняетесь что-то от родителей, но при этом родительская невозможность вас убрать. И если вы не принимаете родительское, если вы от него отворачиваетесь, если вы его не любите, то в этом случае вы отворачиваетесь от себя. Вы себя не любите. А когда человек не любит себя, это очень серьёзная с ним по жизни проблема, скажем так, начинается. Если вы принимаете родителей, какие они есть, то в этом случае вы принимаете себя, какой вы есть, потому что большая часть того, что у вас есть, это ваши родители. Кровь, дух, совесть, они были даны вам, и никуда не деться. И надо просто любить их, принимать, какие они есть. Неважно, какой они вера. Выбор так называемой веры или религии, или какого-то убеждения, это сугубо личное, но есть родовое по крови, то, что связывает. Это надо понимать. Вы, если будете разделять друг друга по каким-то религиям, то в этом случае вам придётся тогда и кровь отделять, то есть рот отделять. А это уже называется отделение самого себя от самого себя. Ну возьмите руку, например, отрубите себе какую-нибудь или что-нибудь там ещё. Скажите, ну это родительское там. Нос у меня похож на родителя. Раз там нос себе отрезал, выбросил. А уши мамины, раз уши отрезал. А глаза дедушкины. Бабах там, глаза себе выкол. Ну и так далее. Вот, например, такая же глупость получается, когда человек отделяет себя от родителей только потому, что что-то как-то ему кажется не так они в этой жизни делают. Они всё равно ваши родители. Вы их часть. Вы их часть. Поэтому нельзя отделять. Ну ладно. Варлек, религия — это ведь наука о перевоплощениях. Не так ли? Ну, опять-таки, мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я не понимаю, для чего его человек задаёт, если он сам отвечает на этот вопрос. Если для тебя религия — это наука о перевоплощении, наверное, так оно и есть для тебя. А если же рассматривать религию как среду для верования огромного количества людей и формирование их ценностей и убеждений, то это, наверное, другой подход к религии. Если мы будем рассматривать такой подход, то нам опять нужна отдельная беседа. Да, религии каждый понимает по-своему, хотя есть точное толкование слова «религия». Поэтому, я думаю, сейчас мы не будем в это глубоко внедряться и обсуждать. Олег Маслабоев, благодарю ведущего и вас за развернутые ответы. Варлек, вопрос. Вы всё время говорите, нужно полюбить себя. Как можно умом полюбить себя? Может, любовь к себе должна прийти естественным способом через очищение и оздоровление тела и более тонких тел? Да всё правильно, Олег. Но всё ты умно и сам себе умно ответил. Как же можно через ум? Только через очищение души и сердца. Познаёшь себя только, когда ты через усилия соскребаешь в себя всю дерьмо и грязь, которую ты накопил себе и которую ты не желаешь и не желал показывать другим, думая о том, что это в тебе не видно. Но мы же все одним миром мазаны, все же мы в этом одинаковы, все мы накапливаем. Но почему-то мы всё время копим, копим, копим и боимся от этого отказаться. Так вот этот отказ, это желание стать смелым в отношении себя и отказаться от страха, признаться в своих несовершенствах, оно как раз и приведёт тебя от ума к твоему сердцу и к твоей душе. И тогда ты и очистишься, и осветлишься, и пробудишься, и станешь своим природным... Кто ты там, Олегом, да? Варлег. Варлегом. Хорошо. Так, дальше. Геннадий Романенко, вопрос. Хотелось бы узнать, на каком сейчас этапе находится Русь с партнёрами, в кавычках, глобалистов, и что ждёт нас далее, по-вашему? Благодарю. Что не вопрос, Алексей, то всё веселее и веселее, да? Не, вот тебе смешно, а человека глобальные темы интересуют. Ну, вообще у нас предки говорили, что на такие душевные темы надо с утра балакать, а не на ночь глядя, потому что на ночь глядя, если ты откроешь рот, тебе его нужно долго не закрывать, а тут разные, знаешь, жители тьмы, я имею в виду на ночной жизни, они могут и залететь. Ну ладно, если коротко, то могу сказать так. Русь на этапе пробуждения, на этапе осмысления своего собственного предназначения в веках и тысячелетиях. Русь сегодня на перепути между миром ненависти и миром любви. Что она выберет, зависит от каждого из нас. Можно очень много говорить о том, какая Русь, какой она должна быть, какой она должна стать. Но если каждый из нас не будет ничего делать для того, чтобы она была такой, какой мы её хотим видеть, то не будет у нас такой Руси. И не помогут нам никакие боги и никакие силы. Хорошо сказал. Я вот часто слышу такие же вопросы и всегда отвечаю примерно так. Да вот что вы заслуживаете, то и будет. Куда вы стремитесь, туда вы и приходите. Если вы всё время спрашиваете разрешения у кого-то, значит, вы не хозяин. А если вы не хозяин, то тогда можно брать кому-то то, что должно принадлежать, по идее, вам, и управлять вами, как он считает нужным. Поэтому становитесь просто человеками, азами, понимайте, кто вы, разбирайтесь с чем-то, правильно мыслите, и всё будет хорошо. И тогда вы поймёте, что всё, что копают вот эти глобалисты или какие-то там социальные паразиты или как там ещё называют, рептилоиды или кто-то ещё, какие-то там серые, чёрные, сейчас много всяких названий, они это делают, потому что их сущность такая. Но ведь примерно то же самое делают машины, в которых заложена программа. Если вы хозяин, вы можете машину направлять на то дело, которое машина должна исполнять. Ну, представляете, вот едет бульдозер по дороге, да, и он всё на своём пути сносит. А вы стоите и говорите, ну как же плохо, ну как же так, ну что же он такое делает, а он едет и сносит, потому что в нём программа заложена. Вот руль так поставлен, ковшик опущен, бензин там или солярка залита, всё хорошо, замечательно. Но когда вы становитесь хозяином, вы просто понимаете, что именно вы должны управлять. Он должен, этот бульдозер, работать как бульдозер, по-другому он не может просто работать. Вы садитесь в него или берёте управление, свои руки там удалённо, и направляете его, например, в какой-нибудь котлован или на какую-то дорогу, которая строится, или там ещё куда-то чего-то. И в нужный момент поднимете ковшик, в нужный момент развернёте его, остановите, но он останется бульдозером. Но вот только он останется бульдозером уже под вашим управлением. А сейчас получается так, машины живут сами собой, вы на них жалуетесь, что они что-то плохое делают, но при этом вы, как хозяин себя, никак не проявляете. Ну и жалуетесь дальше, спрашиваете, а что нас дальше ждёт? А вот если так себя будете вести, ну, что и должно быть, то и ждёт. Бульдозер подъедет и снесёт ваш дом, раздавит вас, раздавит, что можно. Если вы хозяин, ну, в этом случае не раздавит, а сделает то, что вам нужно. Это всего лишь навсегда сила. Сила проявлена в каком-то механизме, в ком-то, в чём-то. Кто хозяин, тот эту силу и управляет. Вот примерно так. Ты замечательно ответил вместо меня. Ну, фучнёт. Ну, ты же рассказал, теперь я просто дополнил. Я всего лишь дополняю. Вопрос эфир от солнца. Сергей, а почему такое название «рубаха души»? Откуда оно пошло? Первый раз слышу. Очень к сердцу пришлось. Благодарю. Солнышко, ты задаёшь очень интересные вопросы. Я предлагаю тебе посетить мой семинар по самопознанию, и ты получишь на него ответ. Дело в том, что наши предки, поскольку они жили в простоте, они уходили от зауми и через образность, ось приятия, объясняли для себя природные явления и всемирные явления для того, чтобы создать картину общего, целостностного понимания того, как устроена жизнь. А то, что ты в первый раз об этом услышала, делает тебе честь, потому что многие никогда вообще об этом в жизни не услышат. Понятно. Ну, надо ещё учитывать, что, конечно, приглашать можно человека, но если очень далеко ехать, наверное, не каждый сможет приехать. Вот ты сейчас в Москву собираешься поехать. А где-нибудь там в районе Питера, Петрозаводска, вот туда, на север, приезжаешь? Да, Алексей, если будут организаторы, которые скажут, Сергей, можешь приехать в Петрозаводск? Я скажу, давайте обсуждать. Какие? Я человек, я казак вольный, поэтому... Понятно. Друзья, в общем, если хотите, чтобы Сергей к вам приехал, просто организуйтесь. Делов-то с нашим-то умением и желанием, с нашей силой воли. Ну что ж, я так смотрю, все мы с тобой вопросы рассмотрели, дали на них ответы, как могли, реплики тоже озвучили. И теперь у нас есть возможность подвести итог сегодняшней нашей с тобой встречи. Ну что ж, подводя итог, хочу выразить благодарность всем участникам нашего эфира за общее участие из-за размышлений, которые возникли в процессе нашего разговора с Алексеем. Мне очень радостно, что первый мой эфир затянулся, скажем, на достаточно большое время, а это говорит о том, что, видимо, то явление, которое я несу в своем сердце по жизни многих интересует и многие в последнее время становятся к этому неравнодушны и хотели бы более глубоко для себя лично к этому прикоснуться. Поэтому мне еще радостно от того, что я благодаря этому эфиру могу вам в меру своего понимания высказывать свой взгляд через пас на мир человека и на то, что существует внутри него и вне его. Благодарю вас. Благодарю тебя за теплые слова. Я особо сегодня ничего говорить не хочу, потому что очень так много было сказано много Сергеем, и реплики были очень умные, и вопросы были очень интересные. Мне кажется, все уже сказали. Единственное, что добавить такой маленький, в суп положить какую-нибудь такую специю, чтобы он еще аромат приобрел в конце. Если вы хотите, чтобы кто-то вам что-то рассказал, не сидите, не ждите, а просто делайте так, чтобы ваша встреча состоялась. Если вы считаете, что эта встреча будет полезна державе, людям, живущим в этой державе, вашим родам, вашему роду, вашей семье и вам лично, тем более это необходимо делать. Просто делайте. Напоминаю, 8 июня 2017 года, четверг по одному из старинных календарей, 18-й день месяца ветров 8 525 в лето вторник, день мудрости Будха по этому календарю, с чем я вас и поздравляю. Общее рассуждение о спасе, спас духовный, воинский и обережный, такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Сергей Дюмин, автор-сказитель, раскрыл эту тему с точки зрения общих рассуждений. Понятно, что это не был семинар, это не был вебинар, это не были какие-то практические занятия, но во всяком случае, всему есть время взглядом, есть время словам, есть время мыслей, есть время практики. Вот сегодня у нас были мысли, слова и рассмотрение друг друга, такие притёрочки, прислушивания, кто что говорит, о чём думает. Теперь у вас есть общее представление, исходя из общих рассуждений о спасе. На сим я с вами прощаюсь. Сергей, низкий поклон тебе за участие. Друзья мои, огромнейшая благодарность за ваши вопросы и реплики. так держать. Молодцы, вместе мы сила. Желаю всем добра. Всех желаю. Благодарю. Желаю всем добра, быть добру, увидимся и услышимся. С вами был Народное Славянское радио. Сергей Дёмин, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Народное Славянское радио. Всё нужно, всё важно. ЛО commander. Спасибо. шибися. Благодарю. Я буду. Чехая.